так 280 чё так мало ну я же двадцатого года не играл так чё когда вам не нужна была да вы мне обмен только один человек кинул я сейчас в рбк кинуть обмен нет уже кину по сути сейчас загружаю ну да я кинул да за что простите ну за байер sbs на что там показать да как раз на почту пожалуйста я тогда на саути вышли она 300 про нее у нее включается это зеленая но и не слышно короче кто-то меня нашел доллара не гц она сама это каждый раз прожимает или это как программа программа ты не можешь выключить эту хуйню это звук он катюшки объясни там короче смотри в дискорде вот где есть отключиться и ниже значок открыть звуковую панель вот по ней про по этой кнопки открыть звуковую панель правой кнопкой мыши тыкаешь там появится ползунок громкость звука новой панели на 0 уменьшаешь и все и и просто наступает счастье и т.г. я сделал на двух плюсах не знаю третьим пойду нет шо тут нам это самая клава тут а вот это типа звуки дискорд утка да вот это все подключать просто или как это а вы слышите вы слышите сейчас этот звук нет я не динамик там динамик в угол в углу такой рисун и если там убавляешь звуки то ты уже не туда правой кнопкой нажми по этой панели правой катюшка на телефоне а на телефоне знает как там вообще пиздец черт ногу с вами я в телефонах не разбираюсь шо кто там еще в этот и собираешь ты или нет я короче выбросу дал party вот хант и еще короче один слот есть все а как регать на те лидера короче горит короче пишут еще нужно р.л. открываешь конкретные подземелья блять там есть burning crusade они туда перенесены даже на ныли это хуйню а то раньше там страдхольма а то раньше страдхольма нет страдхольм тоже перенесли короче название я вспомню сейчас давай очищение страдхольма потом черная топ да или как да 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 а третья как побег побег из страдхольма хорош остальных у тебя никаких галочек не стоит ты проверь я вообще сверл к попадем я же лидера передал ему я давал тебе время разобраться просто реки повышал пока так а я танк до них я сейчас сам с аспектом происходит хант просто серпортировался кому бдилку с 1000 голды стоит сорванная гроби сцены на походу я беднее не по всем каской достал а тут еще и венка 25к было короче запустились я не допрыгнул сейчас надо ну мне столько предложили крик на хп до ханта надо крик на пыль вообще хантом чайку быстренько фасу так на пыль и сейчас лазару ноль я перестам так я крикнул нет так мы еще пиздим это весь мусор когда ты этих забей сначала куда ты убегаешь какие-то волны надо убивать этих можно не трогать если они пришло слева вот куда шел туда слева у меня билку наверно что я сделал следовать следовать я в наложении бомер роста спешите бомер роста ну это кнопок много на а шо я правильно танкую нет у меня на друиде прям больше пара силе чем на шамане на шамане на шамане на шамане уже не первый раз я вижу забываем а че там опять меняется дружник дтс 0 добавляется что-то считай частица такая ну нет не совсем короче вот ты выбираешь на кого повесить эзеру кого повесить эзеру и типа ты хилки которые кидаешь в цель на хом висит эзера вот это часть из этого отхила распределяется между теми у кого там меньше всего хп там несколько целей в этой радиусе этой плюс если типа висят ходки восстановление омоложение они тоже типа тикают и как-то хилят несколько целей которые которые в рейнджей зелят в рейнджей вот этого круга короче ну да да короче вот типа ты стоишь в рейнджей этого круга и у тебя больше уверенность в том что тебя похилят что там узла навалил а у тебя там удочка наваливай это у меня это упростит это упростит да это и у тебя эти пилики было слышно видать во время рейда я короче на x4 играл там гильдию водил в рейды ну и что-то пукан у меня сгорел короче а есть пет подсолнух он короче поер нахуй ебать это я конечно очень рад блять за тех кто эту хуйню придумал блять ну я короче челиков стал кикать я просто их кикал у меня звуки только на этом пудже кстати если хил стоит дальше всех цепь и летят в него я даже никак не станет это жёстко шо где мобы сзади сзади а там у меня звуки только для бэма я помню короче в прошлой гильдии у нас там чел говорит да юка балды если кто-то напишет аддон который будет показывать кто ставит пакачи цельваны а там у меня иконка какая-то круглая она блин загородила всё сука тёмный некроман ван оставляйте аддона ну это какой-то я не знаю это наверное а в ашку какую-то наверное скричал у меня в ашке не было никогда ну на сирус ой на циркуле как ты челик не говорит поставил или в ашку ну я че-то поставил там пару обилок нажал а так я талмиван и южим я тоже спорил но в какой-то момент он мне вон очень становится неудобным во-первых у меня бывает что эти панели куда-то уезжают просто вообще за экран типа их никак не вытащить да не знаю как их вытащить короче это раз а во-вторых ну панелей этих слишком мало вот мне надо определенные иконки типа там определенного размера вот как я хочу чтобы оно выглядело а панели всего 8 и типа ограниченное количество вот ширину высоту и мне в один момент просто стало слишком мало поэтому я потихоньку пытаюсь мне кажется перекинуть все фанатеть не спешат фанатеть нельзя вот по этой хуйне ну типа дохуя себе всего выносить ну нет ну че я такой типа всякие учитывая то что можно через точку с запятой в один квадрат сбить там дохуя а я не знаю у меня не получалось типа ну без понятия я тоже вырежу безо всего точка с запятой можно через айди можно через название убивать меня обманули в одной категории там делаешься где-то дебафы на таргете в одной категории дебафы на себе в другой категории бафы на спеках хватает за глаза у меня даже три полоски вот я короче этим не пользовался мне когда-то говорили что можно несколько но мне вроде обманули сказали как это узнал и из-за этого я потом услышал про эту твое думаю нахуй нужно нахуй 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 запятой в одном квадрате можно вбивать сколько хочешь ну там не сколько хочешь там ограничений есть или 10 спелов или что-то такое там по количеству символов скорее либо по количеству символов ну мне кажется по количеству спелов надо смотреть там у меня английская версия стоит не ну в любом случае это много очень да если можно то конечно спокойно хватит да даже меня бегут ну вот я этого не знал и потихоньку начал на башку переходить не знаю понял не я себе под фокус полосочку выделил там бафы дебафы мне все хватает ну а короче на этом на втором посте лпс темпоральный каскад одна иконочка а обратный каскад две под нее чтоб сразу высвечивалось не ну темпоральный обратный у меня сделан в разных не в разных местах у меня но короче типа я просто перепутал повесился дебаф и я побежал типа на милике в рдд выносить его а это казалось кто-то не вынес в рдд и там после этого я просто две сделал и когда у меня две появляются я так типа даже если забыл какие из них две типа понимаю что что-то не так не ну смотри вот вы говорите в рашке лмв на хуй с ним все это понятно ты называешь просто дебафы на боссе я вообще их никуда не забиваю они у меня будут забитые я просто смотрю не ну конкретные дебафы на себе чтобы сразу видеть а не буду глазами искать там на тебя повесить так они они одновременно у меня продублированы и буду что-то и на себя конкретно а если две несколько одновременно будет там вот я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю я не спорю но смотри я тебе какой аргумент хочу сказать у меня три источника информации как я могу на себе дебафы первое возле мини карты это раз это все видят второе дбм нахуй орёт бегите повернитесь нагнитесь повернитесь и третье я даже не смотря я уже знаю что на мне дбм еще в облачке текстом над тобой пишет он мигает нас тексты и метки чтобы точно не пропустили да самым ключевой это достаточно один дебаф и все на хиле это понятно я и так смотрю постоянно в хилбот а на дд только если знаю что мне надо что-то там диспелировать и постоянно смотреть в хилбот повеселось ли на меня поэтому у тебя хилбот должен быть сбоку чтобы ты боковым зрением у меня просто было бы неудобно туда смотреть ну поэтому я не знаю приколами у тебя приоритет боковым зрением должен видеть что на себе в центре экрана приоритет смотреть на рейс и что творится я центр любят и вообще смотреть не должен вот эти так скажу для короче это чтоб кто-то помогал перед проклятым разуме себя ты там должен смотреть критичный момент типа когда там вот эти лужи блять какие-то они опять же это же все один глазом моментом увидел и передвинуть все дальше опять переводишь фокус на другой момент он еще чего-то хп рейда блять каждому человеку на все по-разному заходит есть люди когда без дбм она все видят ебать лучше чем то либо какие-то все виртуозы прям в плане дбм тебе тайминги обила тебе подсказывает видеть косты это блять все смогут момент их произношения блять это несложно но должен где-то заранее это знать блин типа ты прикинь он ты без дбм там фир типа поджидал на муразонде который полсекунды кастуется ну охренеть ну конечно типа может если ты там прямо четко все понимаешь ты там 9 из 10 ты отвернешься но один-то ты по-любому словишь 5 подмог на моментом учатся поиграть в пвп серьезно если я набирает новому научу так далее но это пожалуйста ну как если он на них по моменту учатом реагировать и замечать чего-то блять и так далее куда что летит там блять лайтайм спеллов и так далее кому какой самый сложный босс на силу си показался а иначе как там ловить блять ойл глыбу и так далее кайлов глыбы гриб ловить сложный после конченая конченая ну наверное типа хорошан хер там есть хорошие хорошие боссы в горожане гер опера да 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 вот согласен опера такая блять там для 10 тел там можно раздуплиться пару часиков мы недавно там типа эти штучки там ловушки и они прям так быстро падают и взрываются там вообще типа реакция лангус то надо опять же какая ты играешь чисто на себя не как рл блять ты обязан все вообще видеть блять иначе нам нужен ну серьезнее где-то я имею ввиду самый сложный для меня рейд который был в операх и с ним он для десятки а вот для двадцать пятки самый сложный это был джай ну джайна конечно типа там больше всего механик она интересная вот на ней пока делал когда ну сама для всех механиками интересно тот же зор там частично он блять такой папа повяли боже интересно так то видеть за позиционкой нежели блять зачем-то остальным группа руха им тоже хорош там все свелось к тому что на хуя на танки просто его блять по отворачивал на ход миликах они как бичи стояли а ты когда последний раз там был очень сильнее раз ой на x4 ну это больше полгода назад что-то меня я просто помню да там вот это было меняли и там вот прям интересно стало там ну по-хорошему по тактике надо постоянно типа танку от подворачивать то поворачивать в рейд чтобы там одно разделить а второе наоборот сам я потанчил прикольно это что 10 тел до закрыть эти ну надо поженщики жрать решивая на следующий пак типа столе нет я вообще швы не жму тут хватает блока и ну как сказать глядя на твое хп я бы не сказал что просто я возле ртация еще стою там ходку накинул уже вырывается туда чар 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 зеркзает его блять окей наху швы блять не знаю где-то вы протопала в этих рыбака в принципе можно не хитить протопала да протовара блять уж извините протовар это другое блять то протовар имеет рывки на смотри какие красивые блять у меня элитарский блинк заморозили все нормально как ты красивая оделка весь треш на тебя бежит да ладно засматривается красивого продавали для рбк это литейший калл бесполезнейший просто не но когда ты в роли хила блок прокаешь шп по-нормально но в эллими лучше было да ни хуй артас танчит да не артаса щеда за танчит хорошо но он раньше умирал сейчас он не умирает блять он всегда еще раньше если забывал запустить его возвращаешься и весь треш снова резать войне надо да начинай хилить он еще дальше убегает и выбегать за рэшберты так это рывки вот видишь ударная волна кд быстро это блять той зеленый смотри вот просто пидор стоит кастует я как не урывал блять как станем там их много это тело который кастует что то блять куле не бегут на меня бегут потому что я хитрил прибил к ней и кал ешу понял я в тебя рывок да он сегодня помнешь просто стан и все все уничтожено весь мусор сутки какие-то ни хуй а рубиновая песня это в окулусе начало серьезно селя не сесть на красных роли или чё то никто не осенал рубиного просто линкуешь асгарда мы тебя сразу принимаем за стиля голодов даже не глядя на в релит да то есть это туда берут по тебе асгарда лучше и пунктам отрублены чемпионат зубный пичок и что серьезно серьезно не кому-то нужны кто-то туда скрыть конец пачка че счет дела дат виноват делать очи потому что все чем заканчивается подобное обычно это второй статик без конец а не там хуёв блять 29 30 лет и прочее вот это вот не знаю не знаю что ты придумаешь такое да свершится предначертанное там второй статик кто бы уже не говорил на третий статик хуйня всегда был есть и всегда будет по сравнению с первым ну так логично иначе бы он не назывался вторым а шансгарды в том гильдии или чё или бичи ну да а че за хуйня и проигнорировал вообще сука ты я думаю нихуя он попутал идет такой блять спокойно на тебе ударную волну шерсть блять бля я помню знаешь что было кайфово когда первый первый раз ты 5 инвенит на протовара там было хуйня что казнью абсорб себе щиток набиваешь бля прикольно было у нас еще и зооприключения на эту шляпу так раз пыл раз пыл раз пыл так сердолики мне закидывай ожидательно куда там нету сердоликов ну да ладно ааа ну тогда кристалл вот этот зачарованный ну и синий тоже зефирит а жареных хвостей не хочешь да не че то это не я не гурман не слышишь меня на краю земли тут не на драконе быстрее чем на драконе это я уже наверно слышу пятый раз а тут наверно от него же да с пугами каждый раз находится долобъёб который блять там зейзагами вылетает ну вот на самом деле может быть не будет бафа гильдий а если нету одинаково примерно так шо это вот дарон холь да как сказал один топовый чел мы же не в рейде все таки да да было прикольно знаешь когда мы короче сидели на циркуле делать нихер было все рели закрыты и джерри он такой горит бля и пойдем горит какой-то транспорт или какую-то хуйню убивать вон кираже 40 блять и там короче босс у которого лям хп там или 500 хп и это близнецы да да близнецы и вы не разобрались как их убивать да нет как бы там все понятно но челики тупили я ебу там нас было человек 7 наверно мы блять бегали блять я помню что за рейдов ходили падали там да пиздец блять хилиться замедляет да партий репортируется хрен затамтишь просто жесткая тема не ну вот это вот прям кайф когда что-то такое это вот эти все старые инстинкты это просто гениальные тогда придумали просто гениальные типа инстинкты да две механики но они супер гениальные ни хуя что-то со мной сделают гениальные механика да просто арестован сука ни хуя я влечить допрыгну сука давай пикать так что то тут это смотрят выйдется выйдется твари сука я пофиг блять только меня ну блин ну где ты вообще смотри пиздец какая-то хуйня дохуй лкд чё там на них смотрел на верхних или чё стоял нет я домен лкд блять на ударную волну блять какое-то ослепление кинули скатер шот скатер скатер не нажимай не нажимай не нажимай ну или четвером то блять я его один бью алло сука блин что уже я не понимаю такое тело стоит блять хахахахаха ой блять крик на ап блять дилку на эрдру нахуй погнали блять давайте три два один блять а я не взял динамит нахуй красавчик надеюсь у вас он был блять нормально не или мы тоже не взяли а было или не было возвращаемся ребят все нормально поехали я знаю что вы задумали да я закончу с этим раз и навсегда я помню когда джерри он в пятнадцатом году только начинал релить ну он такой тип веселый чего то не знал и короче релит арель все за него делает хуйня говорит пронес мне нравится короче у рейдах у атерелы которые типа не говорят что делать а просто комментируют действия Типа, которые уже закончились там. Да. Это прикольно, блядь. Да, да, вот хорошо, бейте, бейте там этого. Да, 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 вот так, вот так, хорошо, хорошо. Бибоб любил такой хуйней заниматься. Такой пришёл на леди, ну, челика взяло в контроль, и он убил, убил челика, блядь. Он такой всю эту хуйню комментирует, блядь. Сидим, рухлим. А первый статик, кто, или тоже Кирилл? Нет, нет, Паша. Слава богу, Кирилл бы ебанул свой рынок. Тогда бы, тогда бы не было второго статика, если бы Андрей тоже первый. Кирилл, а ты ещё не пожалел, что второй статик сделали? Нет, всё, наоборот, весь лачё. Надо было голдрам делать, да. Голдрам? Да ну и он нах... А уже он вышел, надел вниз. Что так долго? Он выживается в броню. Чё он там, говорит, пирог в пироге? Ты иди сюда, чё ты там стоишь, значит, я сейчас убью тут. Куда? Отойди, танк. Ааа. Сюда, где я стою, деревце. Пошли, вот в этом верном проеме появится 4 мега. Сейчас появится. Ага. Я помню, челик был, а нихуя. Челик говорит, тралу пронесли пирог, в пироге шпилька, короче. Пирог в трусах, трусы в штанах. Короче, ну какую-то хуйню. Кто-то рассказывал, блядь? Кто-то рассказывал. Уж забыл тут. Ну типа вот это вот, трал сейчас, он уже в пироге. Пирог в трусах, шо? Бля, в пироге шпилька, блядь, ну типа шпилькой открыл замок, блядь. Не знаю, я вообще потерял нить изначально. Я сначала подумал, что ты ошибся и имел в виду про печенье. Печенье, в нем падает шпилька на один день иногда. А потом я вообще потерял нить. Ну нить, то что трал съебался из пирога. Ну типа, наверное, завор. Ой, блядь. Я помню, как Каноп, короче, эрлит. Леча 25 гер. Ну мы, короче, бьем. Заходим в комнату, блядь. Весь рейд забирает в комнату. И, короче, первый дух летит такой в рейд. Просто, блядь, 15 тел падают, блядь. Он орет, нахуй. Вы что, долбоёбы, блядь? Такие лбы здоровые. Вы что, не можете духом бить? Это же пиздец, говорит. Надо, говорит, поднять только глаза от экрана. Бля, я просто помню его голос. Это пизда. Это всегда у Оренова. И вы увидите, говорит, целый мир. Целый мир Варкрафта вокруг, блядь. Сука. Бля, заедало это пизда, да. И потом мы вайпаемся, короче, здесь рейд лежит. И какой-то челик начинает в дискорде петь, блядь. И такой, блядь. Духи, говорит, с тобой связаться хотят, блядь. Каноп дольше говорит, жили орехи, говорит, нахуй. Чтоб мозг бы соображал, говорит, блядь. Танк. Танк. Шо такое? Танк. Опасность, опасность позади. Вижу, вижу. А тот челик такой продолжает петь, нахуй. Мир не такой, говорит, каким кажется он, блядь. Сука. И Каноп такой просто его замечает, и такой, говорит, ебало на ноль, блядь. Так, танк, сейчас там поза. Босс? 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 А, нет. Смотри, ты видел двойной рывок, блядь? Просто вмешательство и перехват одновременно, блядь. А, нет. Рывок и перехват. Я думал, у тебя два сразу, нахуй, вмешательства. Нихуя тут не могу. Блядь, как бы я хотел... Рефрешер прожал. Ну да. Чтоб был такой талант, блядь, на второе вмешательство. Так, блядь, этот. Эль в бездну. Сколько кдэ у чарджа? Сколько кдэ? Мешательство. В вмешательство 30 секунд. А, ну забей туда. А, нет, там на 7 вмешательство вроде еще. Зато можно два шока его дать. Эль в бездну. Да делать не было. Один вперед, другой назад, да? Не, да, агро жестко эти. Агро сейчас от шока его не зависит. Там агро больше всего идет от сокрушения под настаканными. Пятью стаками после пяти мощных ударов щитом. И от удара грома. От шока его мало. Вот я дал. Ну, не, прилично. Блядь, там 8к дал. Блядь. Ну, у тебя он еще шок вейв раскидывает вроде как кровотек. Угу. Ну, так а хули. Он же не сразу домашний. Висит. Ну, все равно это ОЕ агро. Да, в плане ОЕ плюс стан. Я просто смотрел сейчас, как у нас там товарищ танчил трэш, блядь, товарищ. Он ждал с этим станом, блядь, он выжидал. Пока там мобы дают до Рейдена. Когда его надо давать сразу в пачку. Прямо вообще, прям как только он появился. А куда мы едем, блядь? А. Надо запустить босс. Будет. Я понял, я просто. Кирилл, а БСХМ мы закрыли. Что следующее? Дет по списку Зорт или Феджал? Ммм. Сразу, в один день. Следующее БСХМ со стаками. Вообще, да. Нет. Вообще, БСХМ со стаками. Ну да, это как бы если мы бываем БСХМ со стаками, мы уже спокойно можем идти в Хиджал. Ой, бля, а кто сдох? А потом Типа Зорт, да? Кстати, Типа Зорт. Ну, вообще, Зорт убивался раньше Хиджал, если. Ну да, я знаю, мы Зорт убили раньше, потом Хиджал начали. Это было еще год назад. Зорт раньше появился, поэтому мы его раньше убили. Ну да. Ну да. Ну, я говорю о тебе, да. Мы там три с лишней недели на нем сидели, а то и четыре. Ну, что ж, типа. Ну, почти месяц. Он же там в начале вообще кривой был, не убивал. Ну да, да. Там деревья ебанутые были, неправильная работа. И урон был, и ебанутый был. Там я помню, у нас войны вообще усилки в ХП кидали. Так мы и сейчас кидали. Ну да, чтоб переживать вот эти. Потому что сейчас больше их не посоложили. Потому что сейчас больше их не посоложили. То, что потом не ведут никуда боссы, он остается в центре, и дерево там танк отходит. Там, в принципе, на самом деле не так сильно ебется. Ну, мы же усилки кидали, чтоб не выходить с этих красных луж в конце. Ну, это не под диспел. Под диспел ты все равно должен выходить. Когда идет касса, ты хуйней. Должно выходить в любом случае. И хилом, и ддшником, блять. Пят. А без усилков будет критично даже ловить так иногда, как круг. Ну, не столь критично, конечно. Но в некоторых моментах там просадят где-то до этого, и хилы будут там слакать, блять. Цепи особенно какие-то. А вот тут что происходит? Трал заходит сначала в церковь, помолиться, да? Не, он пиздить это предприношение какого-то. А, нихуя, он разгромит церковь. Ёбаный урод, нихуя он. Богохульник. Трэш. Я тебе говорю. Настя, Настя, он вообще-то потом разрушил этот Дарнхольд. Просто призвал землетрясения духовые, короче. Они потому перестали слушаться долго. Трал получается жёсткий челик. Он типа за вот этой, типа Дивулей пришёл. Он же с ней типа рос. А, рос. Я думал, он мутил с ней что-то. Какие-то интересные. Типа да, она единственная, кто был с ней добрый. Научил его разговаривать. Так он же человек, а он орк. Ну да, да. Он же плен, типа. В детстве попал в плен, короче, к этому капитану. Ну, короче. Ну, он не в плен попал, он рос. Не бак его. Ну, не, в плен. Может, типа это поселение там всех убили, а его забрали в плен. Ну, и типа там на гладиаторской арене он участвовал. Ну, так туда получается. Какой-то лор узнает. Книжечку читать. Ну, это единственная. Я еще разникал. У них разница даже, блядь, эта история. Она потом не знала. Ну, понятно. Они сами хуй знают. Они думают. Они думают. Три новых арбукат, третий Warcraft только. Ну, так да. Блин, я по приколу скачал reforged или как он там. Ну, что-то начал. Ну, и подзабил там. Лучше еще один раз просто пройти старый reforged. Я не знаю. Это... Да ну, нормально. Как сказал YouTube, блядь, все кринжанули с этого reforged. Хотя что-то вообще просто... Так времени тоже много. Особенно в начале типа, когда оказалось, что они типа там это все модельки там все на аутсорс кому-то дали. Не доплатили им денег, и они типа сделали как получилось. Да, да. Я тоже слышал. И озвучка тоже там в некоторых моментах. Просто... Нашли что делать типа, как получилось просто. Ну, гениально. Культовая игра, ну буквально культовая. И... И... Типа... Ну, вот вам денег там. Сколько хватит, то и сделайте. Ну, озвучка спасибо нашим дублёрам там и то. Частично. Ну, что мы будем пиздиться сегодня? Во. Это долгие. Это самые долгие. Типа, пока сцены остальные можно цыргануть быстрее. Ну, типа, ДПС. А, да. А тут типа быстрее вообще. Ну, как-нибудь. Чёрный храм. Мы ходили на циркуле. Чисто до Илюшки. Прибежать. Как трансмог, парень. Или сон не было там. Азинутку лутануть. Ну, кто-то лутал. У меня одна в банке лежала. Бля, это, наверное, из-за Фениксом ходили, да? Из-за Фениксом ходили. Говорят, кто-то лутал. Я его там ни разу в луте так и не увидел. Я тоже не видел ни разу. Но кто-то, говорят, лутал. Ну, если один процент, то это типа шанс раз в два года. А тут я видел раза три-четыре, блядь. Ну, тут просто жили в ХМ и в обычку и постоянно ходили. Ну, да, да. Там я не так часто ходил. Рисноюсь тоже. Но всё равно частенько. Ну, раз в два года. Один процент. Если в одну сложность. Один процент это пиздобольное. Там 0,02 бывает. Да нет. С таким процентом он забыл двух человек на сервере. Я в ЛК за синим драконом. Достаточно часто падает. Два года ходил. Каждый день почти. Да, у меня есть история, как я в этот Удгард ходил, короче. Решил я выбить этого дракона. Типа мне сказали, что там падает дракон с этого. Я начал туда ходить. Ходил, ходил. Не выбил, забил. А потом, через какое-то время, мы делали ачиву на вот этих драконов возле порталов. И пока мы как раз ждали того, который возле Зорф, нужно было двадцать ночи, мы садились на разных прикольных маунтах. И я сажусь, и они такие, типа, о, прикольно. Это же тот, который, типа, со скади падает. И я такой, блин. Дракон у меня есть, оказывается. Я его, видать, выбил еще в незапамятные времена, там, на X3 где-то. И даже не знал об этом. Вот так я ходил. За драконом, который у меня был. Я в свое время даже вот эти ивенты, когда пыль, я особо не парился. Вот это там, ракета любви, вот эта вся хуйня. А потом, как-то в один год, когда еще, сколько я, года два, магом поиграл, пристать, сделал, и что-то начал регать эти хуйни. Так все, регать. Поли роли мои пристали. Ну, короче, пристал с первого раза упала ракета любви. И я могу этот конь, блядь, с тыквы. Я вот прям помню. Там еще метла падает, прикольно. Так, ну, это метла падает с мешка, который раз в день. Забирай всех по дороге. Всех слева, всех справа. Слева, всех справа. Бываешь карту, смотришь, у тебя островки там, где драконы. Всех слева, всех справа. Всех оттуда ходишь. Всех лево, всех справа. Сейчас бежишь прямо. Так, я его убиву, я его убиву. Ты уже свернул. Левее, левее. 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 Так. Вот сейчас налево. Налево, 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 налево. Это направо. Налево. Все нормально. Ты хорошая. Этих не зацепил. Я зацепил. Нет, но этих тоже. Того можно было чернозуба, тарантула, да? Нет, не туда уже. Перебор. А уже надо поговорить с этим челом, чтобы запустить. Уже, короче, наверное, бить сейчас будем, да? Не-не-не, еще забери на том островке, напротив. Да ты не туда ушел. Блядь, ебаный. Просто я за тобой бежу. Ты убежал, ты че? Короче, давай потихоньку. Все, беги сюда к девочке трапуну. А вот и все карты сагри. Ха-ха-ха. Нормально, нормально. Нормально. Ебаный, ебаный. Сейчас просто обратно. Сейчас, наверное, другу поберут. Не пизда. Ну да. Ты не разворачивайся. Подходом с кейлей прямо, кстати. Забери, стану с хила, с хила забери, ебаный. Не сам, ага. Да-а-а. Не ебаный. Да-а-а. У-у-у-у-у-у. Забери, я тебе. Играет тебя пробивает, конечно, лезь вообще ШВ до конца не жмется Я уже однал Да, я вижу ни шагу назад, вот Это фигурный трэш без контроля А, видишь, всё, увидел, увидел, сорян На таком трэш-танце там, в принципе, урон получать надо На, деморализующий крик с медицинской коней Только если спинорн разворачивается там На, я там побегал с пантовом Не, я, если бы был на месте этого ДДш никакого, ничего не хила Не, ну, хилом, конечно, хидить надо Я бы, наконец, до упора бы на коне бегал просто Так-таки надо, собираешь на коне до упора Не, я-то бегал на коне Я бы ещё за ДДшника бегал А зачем? Ну, чтобы подождать, пока танк Всё, в этом, начнёт танчить Можно не бегать, а просто, ну Не начинать бить То же самое, да? Да, да Блядь, что-то распыляется Это проще продать Вентеру Дороже продать Вентеру, чем распылить синее БКшное А где можно Сидлоярости обменять? В Штормграде, если ты в Альянс и в бухте торговца А Ренегат, типа, в бухте, наверное, где-то, да? Да, там же где этот За жетоны Альянс Горды и Ренегатов Раньше там в бухте был Огур Там же диалог У которого можно менять, а сейчас, не знаю Там же в бухте, я только менял недавно У меня в сумке лежит рун на 75 силков И просто неизвестно, когда я их использую Так а ты их юзай и меняй на монеты Так ты можешь их использовать сейчас, они у тебя не пропадут, если у тебя кап и силков Ну да, но у меня кап, да Так они будут копиться просто, их можно на монеты поменять в курсе, да? Не, на монеты, а как их поменяешь? Ну, ты вот юзаешь их, юзаешь И вот когда наводишь, типа, доступ на усиление, там, в статистике персонажа У тебя показывают, сколько всего усиления и сколько максимум И вот когда у тебя, типа, сверхлимита есть, сверхлимита Она вне категории, сколько сверхлимита? Что? Ну, когда вне категории, сколько сверхлимита? 500 Ну, у меня нет, подожди, что? Ну, у меня, например, вне категории двумя плюсами это 490 У меня 480 Но скоро уже будет 490 Ну, так у тебя-то 70 рун 60 можешь поменять, получается, спокойно И сколько? Один усилок, одна монетка? Нет, два усилка, одна монетка Два усилка, одна монетка А, прикольно Ну, короче, ты можешь, чтобы не хранить, да, да Они у тебя, типа, будут, ну, как вот, валюта, ну, там, ОД, типа, и все такое И вот они у тебя там же будут, ну, только Ну, только В усилении Просто сливаешь Силки в эти монетки Пока у тебя не будет подходить Плюс, силикатом, ну, то есть Чтобы у тебя 10 усилков успело подкопиться Плюс-минус там За А сколько? За 150 кристаллов где-то Может за 100 даже можно уже Не крутить усилки в монетку, а копить Остальное до этого сливать А сколько вообще плюсов на дне категории? 8 8 8 8 А потом, типа, что? Ничего? А ты сначала как столько В этой жизни Сколько там? В 8 тысяч кристаллов? Ну, у меня на третий плюс надо тысяча уже На, в 8 С flesh Каждый два кристалла В два раза увеличиваются В 2 раза В 2 раза В 1 Регатированном Потом Каждый В 2 Нет Первые 2 и тут по 500 с лишним Потом Вторые 2 по 1000 Ну, третий И четвертый Получается Пятый, шестой Две с лишним И последние Два Четыре с лишним Ну, короче Тебе надо на эти плюсы Получается 8 8, 12, 12, 14, 15 тысяч. То есть у тебя в одни категории без плюсов и в одни категории с 8 плюсами. Это 15 тысяч кристаллов. Ну, это у меня скоро будет плюсик первый. Да нет, их мало, разве вроде больше должно быть. Что? Нет? Ну, требуемых вроде больше. Не, я говорю, что у меня скоро первый плюсик будет на одни категории. Чуть осталось уже. Ну, это только 500, потом еще 500. А потом уже начнется. А, типа второй плюсик тоже будет 500, да? Да, да, а потом уже 1000. А, прикольно. Я со своей вторая плюс категория вообще бич. Просто бомж, блядь. Не, у меня просто пресс, поскольку он уже старенький. Да, да, тут просто сколько у тебя перс, сколько он там бесплатных поставок налутал. Вот у меня этот перс, который... А я еще покупала поставки себе раньше. У него там уже вторая с чем-то категория. Вторая, пару плюсов. Да. Просто древний перс. Как древний. Года три. Ну, не суть на первые сколько. Года три. Года четыре ему. Ну, я прям на нем вообще ничего не делал, кроме того, что лутал поставки в монетку. А вот на персах, которые я охоту хотя бы закрываю, так они бы прокачаются еще там за год уже. Первый путь, наверное. Ну, если делать бпшки, можно усилки насобирать. Хорошо. Ну, бпшки, да. Это, типа, главное, там, ради монет, ну, как я вижу это. Кроме, типа, коррекционных, да, эти пересталлы подвозь. Там, стоп плюс монет, бусилки меняешь на монеты, шкатулки меняешь на монеты. Ну, если у тебя все, да, ну, в любом случае, это вложение выключается. А, да, у меня тоже есть этот аршамчик, там, у меня все шкатулки собрались. Он еще древнее, чем этот прист. А там, по-моему, шкатулки в основном на премиум, когда покупаешь, там, по-моему, нижних там вообще нет их. Если ты прокачал, ну, если прокачал, так не сильно жалко купить премиум. Купил себе премиум, ебать, насыпало, говно. Это, шесть, шестой рейд. Я себе, например, на чему-то, на пятницу просто на четырех пересталку купил этот премиум БП. Нормально вообще. Такие, кашатулки, которые вот эти с рулетки падают, ну, да, те же самые, что с рулетки. Я на двух чарах, у меня все выпали тупо с рулеткой. Ну, да, да. И этот. И там бывает просто полезной подволы. Как и воронки, кстати. Я уже достаточно много менял на монеты. Не-е-е. Ты что-то даже забыл. В прошлом сезоне вроде были эти карты полетов, а в этом что-то такое прикольное есть. Нет? Были, сейчас нету. Ну, могли бы добавить что-то. Там в конце всегда седло ярости есть. Не всегда, это только в прошлом сезоне добавили первый раз. Да, в прошлом сезоне тоже нет. Ну, в том сезоне, в прошлом международном. А до этого не было никуда. Не было, да. Ну, с другой стороны... Не, в том было точно. Ну, в том, да. Еще до этого не было. С другой стороны, там еще до этого, это был первый сезон БП, когда вели ПВЕ. Я БП делаю чисто ради маунтов, там. Чтоб каких-то маунтов залутать. Ради монеты. Ради монеты. Чем не какие-то? Да, у меня 303-й, он сейчас БС, а Дракон Золотых Песков, он 303-й, ну, 310-я полетка летает. Чем не другой. Медленный. Так. Так. Проверка. Тихо. Кого проверяем? Не знаю. Посмотрим, кстати. Сколько осталось. Я помню, короче, типа, фидул все время отчаянно собирает, короче, в эти НРБК, ДДшек, типа, 2Т6. Не, просто как-то ходил за питомцами. Пришел в этот. На кс-рома сформить. Ну, у меня этот патчел остался, офлайн уходил, остался в рейде. Я с трех фидул собираю. Так, типа, еще там надо хила и трех ДД, короче, 2Т6. Я говорю, думаю, блин, в общем-то, сходил бы, но жаль с рейдоливать, потом снова кого-то искать. Думаю, ладно. Пришел на кс-рома с за питомцами. Сходил Каражан. Попробовал выбить коня, не получилось. В ОС сходил. Потом смотрю в чате, а он до сих пор собирает. Нужен 1ДД 2Т6 просто. Не знаю, час собирал, наверное, типа, настойчиво искал именно в Т6ДД. Ну, короткий. Жестко. Молодой человек, наверное. Жестко прям. Говорит, а нам вообще все не надо, вот эти там отражения какие-то еще шаги. Понятно. До них, чтобы убивать просто. Чтоб самому не убиваться, да, как позорник. Стопать каст просто невозможно, это невыполнимая хуйня. Просто нажатие ОЕ какую-то особенность. Тем же локом огненный ливень, бля, внезапный, но он дамажит. Ты шо, это АК много надо? Не, ну, на счастье, наверное, он просто заходит, типа, вот, буквально. Тот девятого человека, который заходит чисто по фану, вдруг. Это и рефлекс. Ну, да, да. Ну, и да, Ксюша сейчас обузит. С огненным шоком. Реально топовая тема. Ну, да, обузилась в один момент. Нет, ну, там, видимо, резко прошло. Это ОЕ его. Плюс. И она еще нажала в себя. Ремаунта до двухсот осталось. Выход Валимова дают. Змею. Тебя за эти, за и плема лансардой куплен. Я единственное, что не покупал, это за Хонор. Который там есть, маунты дешевые, которым в Штормграде продается. За Хонор в Штормграде? Да, на где помнишь, это раньше А6 продавалась на Классе. Это, ну, я просто, не знаю. Покажи потом. Как я зайду, я ренега. Я экран покажу тебе, и ты проведешь мне, когда идти. Там, где манекены, короче. Ну, так там, за вот эти, за седло ярости продаются. И за эмблемы ренегатов, да. А за хонор, я не знаю. Там же. Там же, опять на 5 маунтов. Да, вот эти доблести. А, нет, это, точки чести. А, зайчики чести, так как бы, даже, они же клаки тоже продаются, да? На счет клаки, не знаю. Да, да, они же клаки тоже продаются, маунты. Там только, ну, ограничения есть там, рейтинг БГ. Не, я не про этих маунтов, которые прийти над БГ и так далее. Вот, которые стандартный классический маунт, который там, этот, железный долгоног, или, ой, долгоног, этот, робоцип или крутолом-то. По 3000 онора продаются. Да, да. Прикольно. Ну, хоть как-то, я вот, последним мы убиваем уже. Кажется, это. Бля, а шпйти по ИФТ-6 такой, что вот, че кто-то снизился с местом, я их скупал. А, я их скупал, рейтингатом, все, я понял. Ну, отчасти, да. Я скупал, тебе. То же самое, нихуя не меняется, так у тебя больше СПД. Чиз***, отвечаю. Э, убейте. Вот, пожалуйста. Не, ну, еще у тебя ебанутая МП-5. Как будто на присте проблемы с мамой. Ну, ты там хуй забиваешь на финду, и просто она у тебя даже мешает в ротации. О, красненькая. Давайте мне все скидывать. А, надо залутать, да. Так. Так, кому тут я не отдавал еще голду? У нас. Би Мортерс, да, и вот. Я на замене сидел. Сами голды? Ну, так, только я уже, давай сейчас все снова за это. Ну, нет, ты не отдавал. Или здесь из-под замярия. Так, хуйна. Сейчас приберу. О. Пистал, у них он. Я, куда я вот тут бежал? Права вроде сразу. Вот, запилю камешки. Я пойду почилю, но потом БГ порегаю. Ты что, реально? Готово. Готово.